Вот здесь производство развивается у нас с 2017 года. Это производство комбинированных материалов. То есть мы делаем стеклосетку и армируем этой стеклосеткой любые подкладочные материалы. Это может быть и стеклохолст, как мы видим на данной машине. Это может быть фольга, это может быть полиэфир. Все эти материалы востребованы тоже в кровельной промышленности. Глава городского округа Воскресенц совместно с депутатом Московской областной думы и заместителем председателя совета депутатов посетили предприятия, участвовавшие в оказании помощи в период пандемии коронавирусной инфекции. На заводе «Ника Глаз», входящем в состав корпорации «Технониколь», гостей ознакомили с производством. Артур Болотников осмотрел ЦХ, увидел выпускаемую продукцию, а также оснащение предприятия. После экскурсии в рамках областной акции волонтеры 50 представителей местной администрации и областной думы наградили сотрудников завода. Вы не только сохранили рабочие места и обеспечили непрерывное производство своей продукции, но и помогли нуждающимся. Помогали врачам при обретении необходимого оборудования, средств индивидуальной защиты, помогали людям, помогали волонтерам в доставке продуктов питания и медицинского оборудования, и также медицинских препаратов. Я хотел бы, конечно, вас поблагодарить за эту работу. Ваше предприятие несет большую социальную нагрузку. Мы с вами встречаемся и при посадке деревьев, и вообще, в общем, идет помощь городскому городу Воскресенску очень большая. Здесь, конечно, большую роль играет сервейство Слаж Слебов, который общается с предприятием. Но на протяжении 9 лет это происходит. Конечно же, вы не остались безучастны в нашей сложившей ситуации с пандемией. Мы вместе делали эту общую работу. И спасибо руководству предприятия, спасибо вам, что вы остались не безучастны в этом процессе. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. И также хочу вручить грамоту от партии «Единая Россия» фабрикой «Николь Пак» Тарасовский Максим Алексеевич. Как только началась пандемия COVID-19, к благотворительной помощи подключились многие предприниматели и бизнесмены городского округа Воскресенск. Для корпорации «Техно-Николь» подобная благотворительная деятельность не в новинку. В целом предприятие ведет активную социальную политику как для своих сотрудников, так и для жителей округа. «Корпорация «Техно-Николь» в целом имеет и собственную социальную политику. То есть это те льготы, которые сверх того, что положено по трудовому кодексу, корпорация предоставляет своим сотрудникам. Это и частичное финансирование обедов, это и доставка работников на предприятие, это и частичное погашение кредитов, ипотеки. Но внутренней социальной политикой действия компании не ограничиваются, и в городах пребывания компании «Техно-Николь» осуществляется всегда и повсеместно помощь и местным властям. Эта помощь в период пандемии, например, заключалась в том, что мы помогали приобретать и обеспечивать наших медиков, которые на переднем краю борьбы были. И это было в начале, в начальный этап как раз. Мы помогали закупать средства защиты. Это и одноразовые комбинезоны, это и защитные маски, это и специальная обувь. Напомним, что воскресенские предприниматели обеспечивали наших врачей средствами индивидуальной защиты, доставляли питьевую воду и обеды в больнице. Предоставляли продукты питания нуждающимся, сладкие угощения для детей из многодетных семей и для маленьких пациентов больниц. Оказывали другую адресную помощь. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, Новости Искровект.